Добрый день! Сегодня я собираюсь изложить вторую половину второй лекции нашего курса «Семиотическая антропология». Напоминаю, что первая лекция была посвящена сначала организации всего курса и советы, как им заниматься. Дальше я перешёл к характеристике в целом космоса и положения в нём человека. В истории, в развитии, в эволюции космоса пытался изложить основной принцип, открытый сравнительно недавно и находящийся в центре внимания многих наших иностранных физиков. Этот принцип называется антропный, то есть человеческий. Значит, что такое антропный принцип физики согласно физикам? Ну, например, есть популярная книжка знаменитого английского профессора, знаете, несчастного человека-инвалидного, который замечательный популяризатор науки, вообще замечательный физик. И есть его книга, где он излагает основные варианты антропного принципа. Ну, основное это то, что Вселенная изначально содержала все возможности для эволюции в сторону человеческого разума. То есть, иначе говоря, Вселенная была так устроена, имеется в виду физическая Вселенная, то есть, имеется в виду температура, плотность вещества. Вещи, которые мы можем мерить, и которые доступны инструментальной проверке. И вот оказывается, что эти вещи в самом начале Вселенной, когда она только возникла, уже были приспособлены для человека. То есть, ну, как будто готовилась вот квартира, которую потом мы должны были заселять. Ну, это разные варианты есть, как это излагать, но примерно основной смысл антропного принципа в этом. Теперь, если это так, то надо проследить просто основные этапы этой эволюции. Начало – это эволюция туманности. Это, представьте себе, идея, которую впервые открыл гениальный немецкий, европейский философ Кант еще в своем юношеском сочинении. Например, ну, вот в возрасте самых молодых из вас Кант уже создал новую теорию, по которой объясняется, как возникает Солнечная система. А сейчас открыто много звезд с системами типа Солнечная. То есть, вообще сейчас уже за последние годы накоплено масса данных о разных планетах. Возникает вопрос, почему мы ничего не слышим о том, что разумная жизнь там тоже шла вот в нашу сторону. Было что-то похожее на нашу человеческую цивилизацию. Ну, вы знаете, Вселенная огромна, поэтому любое сообщение идет очень долго. Так что мы знаем только такие кусочки Вселенной, от которых в данный момент до нас доходит какое-то известие. Мы вообще не видим больше части Вселенной. Это одно из таких поразительных и мрачноватых открытий последних лет, что пока нашей науке доступна, в общем, очень незначительная часть Вселенной. Вот можно точно сказать так, что в этой незначительной части Вселенной пока не удалось обнаружить явных признаков жизни. А тем более разумная жизнь, чего-то похожего на нашу своему. Хотя нашей жизни в каком-то смысле трудно окрестить как разумную. Ну, в чем-то она заумная, но в чем-то все-таки интересная. Но посмотрим, может быть, что-то удастся еще найти. Некоторые инженеры, в частности наши радиоинженеры, с которыми я обсуждал и работал, я участвовал в нескольких конференциях и сборнях на тему вот этого поиска внеземных цивилизаций. Более серьезно, чем летающие блюдцы, да, вот что-то более основательное. Пока не получается. Радиоинженеры нам говорят, что вот есть некоторые длинные волн, на которых разумная жизнь должна с нами разговаривать, если она существует. Проверили пока, ничего не найдено. Довольно много денег во всем мире на это истращено. Я вот сам был, я говорю, на многих конференциях. Я запомнил очень конференцию около 80-го года в Тайлине, дело было в Эстонии. Но была международная конференция, и были многие крупные специалисты. И был наш специалист замечательный, мой и моей жены друг Шкловский, член-корреспондент Академии наук, крупный астрофизик, который имел очень большие и важные открытия, и замечательные популяризаторы. Я настаиваю на том, чтобы вы все хотя бы заглянули в книгу Шкловский «Вселенная, жизнь, разум». Книга написана в момент, когда Шкловский, уже пожилой человек, намного меня старше, он занимался проблемой поиска внеземных цивилизаций в космосе, и он пришел к выводу в конце жизни, что мы одни. Так называлась одна его статья. Ну, на сегодняшний день мы одни. Что будет дальше, не знаю, потому что уже каждый, буквально каждый новый виток развития астрономии приносит множество известий о новых планетах и так далее. Все это нужно еще исследовать, и от нас все это очень далеко, поэтому тут масса проблем, как что-то о них узнать и так далее. Так вот, значит, от туманности, которыми начал заниматься еще Кант, по законам, которые открыты Кантом, постепенно возникают планетные системы. Сначала звезды разных типов, то, что вы найдете в книге Шкловского, а потом возникают уже планетные системы, и в одной из планетных систем, пока только в одной из того, что мы знаем. В Солнечной системе на одной планете возникает жизнь. Значит, дальше я перехожу к человеческой жизни, как она возникла на планете. Значит, содержание того, что я сейчас излагаю, это продолжение темы от геосферы к биосфере, термины Вернадского, нашего великого геолога. Значит, я буду пытаться вам рассказать, что случилось после того, как возникла Земля. Значит, Земля возникла примерно 5, от 5 до 4 миллиардов лет назад, и в это время, вот от 5 до 4 миллиардов лет назад, обнаружены первые признаки жизни. То есть, по-видимому, жизнь была занесена на Землю. Биосфера, сфера жизни, появилась на оболочке Земли, на геосфере Земли почти сразу после возникновения планеты. Очень может быть, что даже просто сразу. Как это объяснить? По-видимому, был прав. Я всё это пересказываю кратко, то, что я долго излагал в первой части лекции. По-видимому, был прав в общем великий шведский физик, такой разносторонний учёный, начало 20 века, Аррейниус, Аррейниус, шведский учёный. Он полагал, что жизнь в таком огромном пространстве, как Вселенная, не могла передаваться непосредственно в развитых формах. Ну, просто исключено, потому что скорости передачи, скорости движения относительно небольшие, значит, на то, чтобы из одной точки Вселенной доехать до другой, ну, требуется так много времени, что, по-видимому, некоторые планеты просто исчезают, что-то с ними случается плохое, они могут гибнуть, например, от атомных взрывов, от чего-то страшного, как огромный Чернобыль или Фукусима. То есть, это не только атомная война, а вообще любая атомная катастрофа, любая невнимательность государства и частных лиц к атомной энергии может привести к полному уничтожению целой планеты. Поэтому, пожалуй, даже было бы удивительно, если, несмотря на все эти трудности, мы уже бы что-то знали реально о том, что где-то во Вселенной есть ещё разумная жизнь. Ну, это, собственно, ничего не меняет в общей схеме, потому что, если где-то ещё есть разумная жизнь, ну, значит, развитие идёт в разных точках Вселенной, идёт более-менее по одному принципу, по антропному принципу. Давайте теперь подумаем о том, что случилось с биосферой Земли дальше. Значит, Земля возникла, на ней находятся по арениосу занесённые на неё кусочки того, что будет потом органическим веществом, превратиться в жизнь, в ДНК, в наследственное вещество. Арениос этот процесс распространения зародышей жизни по Вселенной назвал панспермией, пангреческое «все», а спермия – это то, что связано с известным вам словом «сперма», это зародыши жизни, значит, всеобщие зародыши жизни. Вот похоже, что они носятся где-то по всей Вселенной, их некоторые, не очень точные, но подтверждение находят в том, что на кометах, на метеорах некоторых обнаруживаются органические вещества. То есть, они действительно есть уже в сделанном виде. Несложные комбинации их. Мы состоим из очень сложных комбинаций элементов. А то, что находится в природе до появления планеты Земля, это, по-видимому, были какие-то только зародыши того, что потом станет будущими клетками внутри живого организма. Дальше эти клетки эволюционируют в целом по законам открытым Дарвеном, то есть, осуществляется биологическая эволюция, последовательно, сперва всё развитие идёт в мировом океане, большая часть Земли погружена в океан, и в нём происходит постепенная эволюция, создание всё более замечательных видов морских животных. Постепенно некоторые из этих животных выползают на сушу. Но это очень длительный процесс, можно представить себя как какое-то такое реальное движение. На самом деле, это всё ведь происходит за миллионы лет. Наконец, возникает современное количество интересных зоологических разновидностей, видов, родов. и среди разных зоологических предметов, которыми наука сейчас занята, я остановлюсь, уже начал говорить об этом в первой части лекции, сейчас буду говорить подробно, я остановлюсь на одном типе, на приматах. А приматы — это самого разного рода существа, которых мы в просторечии зовём просто обезьяны. Но сегодня мы будем особенное внимание обращать на то, что раньше в нашей науке, в популярной литературе называли человекообразные обезьяны. А сейчас мы обычно пользуемся термином, мы, учёные, пользуемся термином антропоид. Антропоид. К антропоидам принадлежат, перечисляю в последовательности, открытые Дарвином и дальше подтверждённые всеми новыми исследованиями. По порядку большей или меньшей близости к человеку к антропоидам относятся орангутаны. Их генетическое расстояние, расстояние, измеряемое количеством одинаковых и неодинаковых частей генома, генетических признаков, их генетическое расстояние от человека больше одиннадцати миллиардов лет. Следующая группа это гориллы, порядка восьми миллиардов лет. Следующая группа это шимпанзе, уже очень близкие к человеку во многом. Сегодня об этом как раз пойдёт сейчас разговор. И дальше карликовые шимпанзе научный термин из африканской языковой среды взят бо-но-бо бо-но-бо или карликовые шимпанзе. Этот тип, который по составу белков просто совпадает с человеком, то есть это как бы готовые люди. Ну а чем они похожи на человека, я ещё буду говорить. Вот значит это общая картина антропоиды. Излагаю вам очень коротко основные результаты, которые вы можете внимательно по описаниям узнать. В основном это американские работы, работа американских зоопсихологов, работа по возможностям общения, речевого, языкового общения с обезьянами. Очень много сделано опытов. Возможность того, что обезьяна может обучиться языку жестов типа глухонемых, типа языка глухонемых, обезьяна не может говорить, у неё рот и нос иначе устроены, поэтому она наши звуки пока не умеет произносить, не нашли способа её обучить этому. значит, антропоиды не говорят нашими звуками, вообще не пользуются нашей звуковой речью, но они могут быть обучены языку жестов типа глухонемых. Эту идею высказывало несколько учёных в начале 20-го века. В частности, эта мысль содержится в исследовании нашего великого гениального психолога Выгодского, который поставил вопрос, нельзя ли было бы их обучить языку жестов, но, к сожалению, Выгодский умер от скоротечной чайковки, эти работы так не были начаты, потом был обезьянник в Сухоме, где начали работать по серьёзному исследованию антрополиев тоже, но потом прикрыли всё, не было денег на науку и так далее. Одним словом, до войны, до Второй мировой войны, идея была высказана, но не развита, а после Второй мировой войны вскоре началось исследование, которое сейчас получило широкое освещение научной литературе, популярной литературе, с которой Вы все, я надеюсь, познакомитесь. Это множество опытов маленького шимпанзе воспитывают в доме, обычно шимпанзе одевают как нормального ребёнка, но обучают всяким необходимым правилам, которые многие из них нарушают. Такие очень трудно воспитываемые дети. Но вы знаете, у них у всех есть имена, которыми их обзывали, и они откликались обычно. Но вот одна маленькая горилла воспитывалась в одной из таких американских семей, но со всеми вместе едят, и так далее, к ним приходят учителя каждый раз. И в этот раз пришёл учитель, кухой его повела в комнату для неё, отведённую в этом американском доме за психологом. И смотрит учитель, кучу она наложила, не убрала, не сходила в уборную, хотя она согласна правилам, которые ей преподали, она должна была пойти в уборную. Она не пошла в уборную, наложила путь. Ей жестами говорит учитель, ну что ж ты хо-хо наделал, это же не нам. А она отвечает жестами, это совсем не я, а кто же это? И она называет другого учителя, ее учит не с кем предметом языку жестов, каким-то тонкостям в нем, каким-то сведением, ну, типа нашего элементарного школьного обучения. И она называет еще одного учителя, говорит, что это он виноват. Нет, это ты, что ты путаешь, он этого здесь не делает. Ах, прости меня, пожалуйста. Я сказал не совсем то, что было на самом деле. Это реальный разговор, но разговор, записанный это реальный разговор, но это разговор, в котором есть некоторая логика изложения, да, есть понятие правды и лжи, и все-таки степень близости к содержанию человеческой речи огромная. Но тем не менее обнаружены и очень большие различия. Это отчасти первые работы зоопсихологов Гартнера, но и некоторых других. Основные различия сводятся к тому, что у каждого слова огромное количество возможных значений, а при этом самих слов очень мало. И тут есть принципиальная вещь, это размеры мозга, они у шимпанзе все еще очень небольшие. И поскольку слов очень мало, то каждое слово может в каком-то контексте сочетание с другими словами означать то одно, то другое, то есть у каждого слова не одно значение, а целый спектр значений. Мы еще к этому вернемся, когда будем говорить о человеческих культурах, но оказалось, что в этом смысле андропоиды, такие как шимпанзе напоминают кое-что в наших человеческих культурах и языках. есть очень важные существенные черты в типе языка, который пока найден для общения с каждым из основных типов андропоидов. Значит, первое по времени я упоминал по степени удаленности от человека. Первое это орангутаны. Я призываю всех вас, если вы не помните, как они все выглядят, посмотрите любую книгу по зоологии и, может быть, даже сходите в зоопарк, если в том месте, где вы живете, есть зоопарк с андропоидами, где представлены, ну, хотя бы, скажем, шимпанзе. Интересно представить себе, да? Вы знаете, у меня сильнейшее впечатление от одного фильма, документального фильма о том, как обучают малыша орангутана. Вы знаете, что орангутан на малайском языке это человек, человек леса. Оранг это человек леса. Английский писатель Берджес, автор книги «Механический апельсин» «Механический Оранж», говорил, что он не только писатель, но и дипломат, и поэтому выучил малайский язык, был послом в Малайзии, и он имел в виду то, что оранг в малайском языке, вот в языках Юго-Востока и Азии означает человек, поэтому mechanical orange, механический апельсин, по-русски может быть нужно перевозить механический человек, может быть, такая игра слов. Это объяснение самого автора. Так или иначе, орангутан лесной человек, вы знаете, какие-то черты, сходства с человеком несомненно, хотя вот я говорю, что все-таки не меньше, чем 11 миллиардов лет прошло, и тем не менее, что куда деваться на ней, чем 11 миллионов лет, я очень хорошо прочну, я всегда в нулях путаюсь, извините. Знаете, что поразительно, открыто недавно, у арангутанов есть что-то очень похожее на наше чувство юмора, и более того, они устраивают комендии, представления, то есть, они в лицах что-то изображают, серия картинок, рассказ, но рассказ дан не просто на языке жестов, он дан, я имею в виду, арангутанов, которые живут на свободе, на воле, они такие природные актеры, по-видимому, что-то похожее на прирожденную актерскую способность, имитации представления, видимо, что-то из этого человеком унаследовано уже от очень далеких предков. А что касается арангутанов, которых обучают языку, скажем, языку жестов, меня поразило то, что малыша арангутана обучают языку жестов, и учительница находит, что он делает ошибки. Некоторые жесты, пальцы не совсем правильные, а он с ней не соглашается, и он начинает буквально хохотать, почти издеваясь, знаете, почти как младшеклассники могут издеваться над учительницами. Он хохочет и говорит, ну что ты, я же все сделаю правильно, вот смотри мою лапу, у меня этот палец так движется, этот так, показывает свои пальцы, что они правильно движутся и смеются. Опять поразительно, конечно, сходство. Может быть, каждый раз это не значит, что мы в точности унаследовали этот ген и его воспроизводим. Может быть, какое-то параллельное развитие, но оно идет в одну сторону у человека и орангутан. Следующее, как я вам сказал, по времени 8 миллионов лет, это гориллы. У горилл много разных знаков, которыми они обмениваются, которые очень похожи на человека. Ну, например, если две гориллы друг к другу хорошо относятся, любят друг друга, то при встрече, как правило, они обнимаются. А если одна горилла подозревает, что другая горилла, я имею в виду и самку, и самца, да, другая горилла или другой самец гориллы плохо, на самом деле плохо относятся, но делает вид, что он хороший знакомый, лучше держаться от него в отдалении, протягивать ему верхние лапы. То есть у них есть аналог человеческому рукопожарщию и аналог того, что рукопожарщия имеет смысл, потому что она отличается от объятий. потом, например, гориллы, когда очень изумляются, от удивления высовывают язык, как это делают в некоторых человеческих культурах, например, в Древней Китае. Ну, мы знаем, что высунутый язык имеет многое значение, может быть, совсем другое значение, но одно из них похоже на горилле, на то, что демонстрирует, гориллы. Ну, конечно, шимпанзе. У шимпанзе возможен словать в несколько сотен слов языка глухонемых. Ну, это обычно их обучают американскому языку глухонемых. В каждой группе глухонемых немножко свои законы, свои специальные языки. Вот американский язык глухонемых, может быть, ему может быть обучена молодая шимпанзе. последняя группа, которая по белкам ближе всего к человеку, это Бонобо, население части юга и кавиатериальной Африки. Немного осталось на земле Бонобо. Бонобо наш ближайший родственник. Сейчас сенсационная история связана с Бонобо по имени Кэнзи. Ну, имена условные, просто чтобы обозначить индивиду. Кэнзи маленький малыш Бонобо, Харликовая шимпанзе, воспитывалась в доме одного зоопсихолога вместе с своей матерью. Ну, предмет обучения была мать. То есть, так, представляете вообще, на то, чтобы вырастить шимпанзенка и ему дать сведения из разных областей, выучить его нескольким стам жестов языковых и немых и так далее. На это нужно много денег, потому что нужны учителя и так далее. Так что, обычно выбирают одно животное и с ним работают. Животное, которое уже на половину человека или на большую часть человека. Так вот, воспитывали мать этого Кэнзи, но заодно и Кэнзи, то есть, Кэнзи тоже надевали приличный человеческий костюмчик, как и мама, он садился за стол. А разговор вели по-английски, но когда хотели, чтобы Бонобо поняли, для Кэнзи и для матери Кэнзи говорили жестами. По-английски хозяин дома сказал, я тут ехал и по дороге был в магазине, продавали хорошие апельсины, я купил, положил в холодильник. Маленький Кэнзи вскакивает из-за стола, жестами ничего не было сказано, было сказано на английском языке. Он бежит в холодильник и достает оттуда апельсин. То есть, это значит, что смысл нескольких английских слов и возможное свое ответное действие Кэнзи знает и умеет. Это потрясающая вещь. Про Кэнзи можно сказать, что он не может сам говорить как человек, может жесты делать как глухонемой, но он вместе с тем в состоянии понять устную английскую вещь. Ну, какие-то куски. Это вот открытие недавнего времени и в общем потрясающее. То есть, ну, как вам сказать, если мы были бы совершенно свободны в своих поступках и не боялись бы разного рода законов, общества по охране животных и так далее, мы должны были бы сказать, что скорее всего человечество имеет пестрый состав, современное человечество. Ну, и к нему примыкает вот какой-то отряд бонобо, которые состоят из тех же белков, что мы, и в состоянии понимать человеческую речь. Не пользоваться, и они сами не говорят, а сами говорят жестами. Ну, вот это такие потрясающие открытия последнего времени, связанные с возможностями обучения антропоидов. А теперь очень коротко о том, кто такие были гоминиды. Гоминиды это слово по происхождению латинское, от латинского homo человек, homo sapiens, человек разумный, это обозначение в науке неандертальца, одного из типов пралюдей, а homo sapiens человек разумный и разумный, это сейчас наше зоологическое обозначение. Хотя мне кажется, что то, что современный человек присвоил себе два раза предлагательное и разумное, немножко преувеличило. Большинство из нас, мне кажется, еще скорее недоразумное. Недоразумение в человеческой жизни все равно сейчас больше, чем разума, поэтому не будем слишком оптимистичны, это неправильно. Я буду сейчас очень коротко говорить о гуминидах, то есть о промежуточных звеньях между антропоидами и человеком. Развитие примерно начинается после четырех миллионов лет. Некоторые антропоиды могут ползать на четверонаги, как животные, могут там висеть на дереве, и так далее, но могут быть двуногими, становиться на две задние лапы, и даже могут постепенно начать вырабатывать навыки ходьбы на двух лапах. Вот у человека это ведет к прямому хождению. Мы все нормальные люди в определенный период раннего детства, от эпохи полной, переходим к эпохе, когда мы можем ходить. Представьте, это общечеловеческие черта, крайне важные, потому что с этим связана перестройка всего человеческого основного внутреннего механизма разного рода органов, в том числе органов размножения, от которых зависит судьба каждого типа животных, продление рода необходимы биологически, поэтому как данный вид осуществляет размножение, это очень важное обстоятельство, во многом оно определяется у антропоидов спецификой того, как будущий человек постепенно начинает ходить. Постепенно человек начинает ходить несколько миллионов лет назад, недавнее открытие. Дальше сменяются несколько типов промежуточных между антропоидами антропоидами, гоминидами и будущими пролюдьми. Я хочу в конце поговорить сразу про людях, о том, кто наши реальные предки. А дальше в следующей лекции я буду рассказывать о новых очень поразительных открытиях, значительная часть которых связана с успехами сибирских русских археологов. от гоминид, от предков, которые уже прямо ходящие, мы идем дальше и обнаруживаем несколько разновидностей, которые по форме содержания черепа, но мы обнаруживаем только скелетные остатки, по скелетным остаткам, показывают разную степень приближения к человеку. Это вот несколько миллионов лет до нас. Я буду говорить в основном о том, что произошло в последние миллионы лет до нас, и в это время можно отчетливо говорить о четырех типах пралюдей, смешения, которые друг с другом смешанные братья все-таки было единое целое, воевали друг с другом, но в некоторых случаях даже кушали друг друга неплохая белковая пища, но все-таки при всем том, при всех конфликтов они могли смешиваться друг с другом, иметь общее потомство, и мы все в какой-то степени потомство тех, в ком перемешан человек разумный и разумный, возраст генетический порядка двухсот тысяч лет до нас с вами, мы существуем двести тысяч лет, мы единое человеческое племя, одна прапрапрапрабабушка, она жила в Африке, я о ней буду в следующий раз все расскажу, другая ветра про людей, это неандертальцы, значит, в отличие от человека разумного-разумного, неандертальцы, человек просто разумный, и сейчас открыто в последний год много следов настоящей культуры у неандертальцев, материальной культуры, наличие орнамента, наличие какого-то подобия символов, зародыши культуры есть уже у шимпанзе, у шимпанзе есть некоторые ритуалы, скажем, когда начинается дождь, засушливая часть, ахвить, шимпанзе радуются, устраивают пляску вовремя дождя, что напоминает многие человеческие ритуалы. У бонобо и у человека сильно развиты разного рода обряды и ритуалы, об этом мы с вами поговорим на протяжении лекции, а сегодня я еще просто скажу в двух словах и разобью это в следующий лекций. Значит, я должен сказать, что очень важная проблема это соотношение человека разумного, который возник в Африке из Африки, распространился, по-английски говорят the principle out of Africa, принцип из Африки, это принцип миграции, все основные части человечества, миграции человека разумного разумного из Африки по разным континентам. Человек поздно приходит в Европу, потому что Европа занята представителями человека разумного, неандертальцев. Неандертальцев это название одной немецкой долины, где в 19 веке был найден остатки трупа древнего неандертальца. Совсем недавно в одном месте на одном острове на границе Тихого океана и юго-восточной Азии на острове Флора были найдены пролюди очень странные, а не карлики. Не жили они одновременно с пролюдьми других типов. Все-таки похоже, что это еще одна группа пролюди. То есть получается, что было не менее трех групп человек разумный, человек разумный и разумный карликовый тип. Ну и похоже, что наши ученые во главе с академиком деревянка в работе вместе со шведскими и другими европейскими, западноевропейскими специалистами по геному человека и пролюди, они установили, что был еще один тип пролюди. В частности, останки найдены на южном Алтае, на нашей территории, в Денисовой пещере. И про человека этого типа получил название Денисовец, по-английски Денисовен, через С. Вы можете посмотреть по интернету, вы увидите гигантскую литературу последних лет. Это, в сущности, важнейшее открытие в истории про человечество. Открытие сделанное последние годы русскими учениками. В России очень малопопулярное открытие, как-то Россия дает обычных гениев и гениальные открытия, а дальше судьба гения складывается обычно трагически, и его результаты никак не используются. Слава Богу, с сибирскими археологами ничего особо неплохого не происходит, как все они получают сейчас минимальные деньги, очень трудно продолжать работать. Но, тем не менее, на сегодняшний день есть эти четыре основные группы предсков человека, и в следующий раз я начну третью лекцию, в которой я дам описание того, как взаимодействовали, каким образом, и что могли сделать, что не могли сделать, каждая из четырех основных групп людей, возникших из пралюдей, то есть из тех человеков, которые свои учили, когда-то были гуменидами, а когда-то еще раньше были антропоидами, а еще раньше были просто обезьянами, и так далее. Это все будет в следующей лекции. Спасибо вам за внимание. Спасибо.